Первый звонок звучит сегодня для особых детей-детей нового тысячелетия. В этом году в школу пошли малыши, которые родились на рубеже веков. Для них все новое и в нове. Для них сегодняшний праздник. Вчера малыш разбудет, а теперь я взрослый школьник. Праздник, когда есть с чем поздравлять. Ивантийское образование в последние годы блистает на высшем уровне. Три школы стали школами-миллионерами, выиграв федеральные гранты. А пятая по итогам областного конкурса признана лучшей в Московской области. Школе номер семь за гранты тоже предстоит бороться в этом сезоне. Но уже сегодня седьмая встречает учеников обновленной. Для лучших школьников города действуют именные стипендии главы. В седьмой, в дополнение к ним, лучшие ребята получают стипендии от выпускника школы, депутата городского совета и предпринимателя Павла Сахарова. В этом году к именным стипендиям добавилась еще одна. Для учеников начальных классов. В добрый путь, говорят первоклассникам, и школьная жизнь начинается. Для учителя начальной школы Оксаны Радькиной это тот же день особый. У меня события вдвойне. Я набрала первый класс, и мой ребенок пошел тоже в первый класс. Страшно? Очень. А вот малыши готовы в бой. Ведь практически все они ходили на курсы подготовки к школе и многое уже умеют. Писать, считать. Спортом заниматься. Рисовать. Все умеешь, а зачем тогда школа нужна? Школа? Да. Чтобы ходить, учиться. Ребятам дарят книги, школьную энциклопедию и красочное издание об истории родной страны. Правда, начинающие школьники были уверены, что книги в подарок им прислал не губернатор, а добрый Дед Мороз. Анна Пыльцева, Александр Девкин, Наталья Леонидова. Новости города. Самая старая школа города наконец-то дождалась строительства нового здания. А пока оно в процессе, первоклассники и одиннадцатиклассники собрались во дворе начальной школы. Ребята, с 4 сентября начнут завозить уже блоки, начнут монтировать нашу новую школу. Обещают все-таки ее построить к первому сентября 2008 года. Так что все мы на это очень надеемся. Остался нам год в таких вот условиях. Новое здание школы рассчитано на 825 человек, что почти в два раза больше нынешнего. Поэтому педсостав школы в скором времени пополнится. И это не единственный сюрприз наступающего учебного года. Чтобы одиннадцатикласснику закончить учебу, придется сдавать три единых государственных экзамена. Математику, русский язык и один на выбор. Однако родители выпускников это не пугает. Для тех, кто только начинает грызть гранит науки, постройка новой школы – лучший подарок. Сегодня в первой школе 43 новичка. Первые шаги по дороге знаний первоклассникам помогли сделать одиннадцатиклассники. Уже 70 лет вторая школа принимает ребят в свой храм науки. Каждый год приходят пополнения, а уходят в опускники, призывающие выполнять важные пункты клятвы. Никогда не решай задачи, списывая их у соседа. Родители волнуются больше своих детей, ведь школу выбирали именно они. Нормальная такая, устроенная, новая. Учителя неплохие. Вроде как от дома близко, красивые. За каникулы ребята изменились настолько, что некоторые учителя их не сразу узнают. Я тебя не узнала. Думаю, кто это? Выросла, бабочки распустила. Она подстрелилась. Я и смотрю. Праздник продлился около часа, и все остались довольны. Зоя Хачстрян, молодежная студия «Наше время». И холодный дождь не помешали сегодня школьникам и их родителям собраться у любимого здания гимназии номер три. Торжественную линейку, посвященную открытию нового учебного года. Гимназия номер три – школа со стажем. В 2007 году отмечает 35-летний юбилей. Лучший подарок по такому случаю – 75 первоклассников. К школе подготовились основательно. На линейке о себе заявляют во весь голос. Какие взрослые и красивые ребята. Какие славные и умные девчата. Я уже почти такая, тоже умная, большая, числа вычту и сложу. И на каблуках хожу, с выпускницей еле-еле различишь нас по портфелю. Со всех сторон звучат поздравления. Ребята рады новой встрече друг с другом. Я очень соскучилась по школе, очень люблю ее. Соскучилась по всем своим одноклассникам. Очень люблю их всех. И желаем хорошей учебы в новом году. Пожелание отличной учебы актуально. В прошлом году школа выпустила 5 золотых медалистов. Планы на этот год еще более грандиозные. Творческий и интеллектуальный потенциал будущих выпускников гимназии высокий. Среди нынешних 11-ти классников победители городских и областных олимпиад, реферативных чтений, различных конкурсов. Екатерина Бруй, Владислав Бакланов, Наше время. Несмотря на дождь и слякоть, в открытой сменной школе торжественная линейка проходит под открытым небом. Поводом для этого послужила новая спортплощадка, которую с нетерпением ждали как ученики, так и учителя. Очень долгие годы школа мучилась в беспортивной площадке. Это было очень сложно заниматься на других площадках городских. А теперь эта работа началась и планировали построить целый городок спортивный. Плохая погода не отпугнула гостей, среди которых замглавы города Алексей Коняков и шеф школы, генеральный директор ЖБК Василий Коржев. Учитесь, предприятия города ждут вас, ждут инженеров, технологов, экономистов, бухгалтеров. В новом учебном году ребята будут учиться в отремонтированных кабинетах. Учителя надеются, что улучшение условий в школе поспособствует улучшению успеваемости. Алла Курило, Настя Морсина, Наше время. Первое сентября, день знаний. Именно в этот день все школы открывают свои двери перед учениками. Не стало исключением и пятая. В первый класс в этом году пришло 153 ученика. А всего в лучшей школе Московской области обучаются 1250 детей. Места на школьном дворе хватает не всем. Спасают новые пластиковые окна. Ремонтные работы в школе еще не окончены. Это связано с ее участием в конкурсе «Лучшая школа России». Но об этом недостатке никто не вспоминает. Все волнуются. В общем, переживаем, какие ощущения. Ребенок в первый класс идет, себя вспоминает, как в первый класс ходили. Незаменимой частью линейки становится первый звонок. А ее главным моментом уже по традиции – передача факела знаний в руки первочков. Представители Республики Крылья дают наказ новобранцам школы. А гостям, пришедшим поздравить первоклашек, презентуют памятные значки. Празднество не заставило гостей и учеников долго мерзнуть под дождем. Линейка прошла быстро, уложившись в 20 минут. Ирина Киселева, Антонина Рязанцева, молодежная студия «Наше время». Первый раз в первый класс. Вставай. Вставай, проспим, как в садик. В школу просыпать нельзя. Вставай, беги, умывайся. Пойдем в школу? Зачем? Чего мы там не видели? Она разходит в школу. Я иду сегодня в школу. И мне ни капельки не страшно. Пусть мама с папой волнуется. Садик жалко, конечно, но в школе лучше. Меня в школе всему научат. А я потом сестренку научу, Катюшку. Она бантик у меня украла. Один бантик. Дай бантик мой красивый. Дай бантик. Жалко бантик. К папе на ручки хотим. Шрифты три на веки. Девять, девять. Ничего тут не поделать. Делать. Красивая? Да. Сегодня идти в школу можно без портфеля. Ама с Катей осталась, а я иду с папой. Я в первом Б. Я даже читать умею немножко, а еще рисовать. Рассказывай, кого ты встретишь там в школе, кто с тобой в один класс пойдет. Рассказывай, кто там будет. Не знаю. Все ребята из детского садика. А мальчики не будут, потому что мальчики с мальчиками дружат. Они на девочек вообще внимания не обращают. Я, наверное, буду учиться на одни пятерки. Чтобы мама и папа меня хвалили. Если в меня пойдет, будет учиться сначала плохо, потом хорошо. Я лучше всех закончил в школу в классе. А мама, наоборот, училась сначала на пятерки, а потом силы кончились. Шесть и шесть, тридцать шесть. Совершенно верно. Вот и школа. Я даже знаю, как зовут мою учительницу Оксаны Владимировна. И праздник сегодня в честь нас первоклашек. Всем известно в целом мире. Два, три, два, чести. День знаний всегда был ярким, волнующим праздником. Здравствуйте, школа. Вы слышите? Винни, звонок. А вот и мой класс. А я пока спрячусь вот так. Сегодня у вас праздник. Вы сегодня у меня стали учениками. Вы сегодня у меня стали первочками. То есть детки, которые в ваших первых раз в школу. Ой, какие же вы красивые. Спасибо. Это поколение поднимет Россию, сделает нашу страну преуспевающей державой. Если эти дети будут с таким же энтузиазмом учиться, а потом работать, создавать семьи и заниматься своей страной, нам останется ими только восхищаться. Ой, 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 что творите, а? Всем танцеваться хотели. Вот это да. Вот это я понимаю, а? Так энергично проходит праздник, посвященный Дню Знаний в КДЦ Первомайский. Даже видавшие виды учителя, не говоря уже о родителях, поражены происходящим, радостью и счастьем детей, их неравнодушием к жизни и неукротимой энергии поколения, идущего нам на смену. Им сейчас удивительно и понятно все, особенно происходящее для них на сцене. Это новое поколение россиян, внимательных к старшим и не отталкивающих друзей наших меньших. Они восторжены и эмоциональны, умны и веселы. Нам бы взрослым такую свободу и широту взглядов. Широту взглядов людей, рожденных в стране, обещающей безграничные возможности для учебы и творчества. Девчонки и мальчишки из первых классов сразу нескольких школ просто перевернули представление взрослых о штатных праздничных мероприятиях. Они взяли инициативу в зале и на сцене в свои руки и оправдали ожидания родителей в танцах и песнях. Время, охваченное созидательной энергией детства, пролетело как один миг. Также промчатся для большинства и школьные годы. А пока первые впечатления от первого дня в школьной форме и от торжеств, посвященных Дню Знаний, от праздничного представления затмевают будущее как для первоклашек, так и для их родителей. А вот у нас, вот наш праздник. Скажи, Ань, как, хорошо было? Понравилось? Что понравилось? Обезьяны, наверное. Нет, собаки. Собаки понравились? Да, собаки. Скажите, как готовились и прочее. Нормально. Закупали. Все было хорошо, все закупали, все купили, все успели, цветочки, всех поздравили, всех зовем в гости, в принципе. Тебе что понравилось на праздник? Валь, скажи. Все. Вы родители, да? Родители. Все проделите, знания, как готовились, как прошел и прочее. Начнем с тебя. Что понравилось? Учительница. Кто понравился? Учительница. Подсказки принимается. Очень рады. Готовились спокойно. Поздравляем всех с днем знаний. Ну и рады, что дочь пошла в первый класс. Да, нам очень понравилось. Первый сентября, линейка, праздник, да, учительница. Посмотрите, как выглядит в первой классике, и вам станет понятно, как мы к этому относимся. Кого вы привели-то? Сын, вот он. Давайте, вот, снова. Девушка. Рассказывай, что тебе понравилось? Мне понравились обезьянки. Еще чего? Собачки понравились. Змея. И девочки. День знаний, как прошел? Очень даже замечательно, хорошо. Там были, это, змеи. Змеи, змеи, обезьяны и пуденьки. Что тебе понравилось? Мне понравилось там все. А мне змея. Змея и обезьяны. Слово про день знаний, про волнение вообще. Ну вообще все замечательно, красиво. Михаил Смирнов, Александр Девкин, Максим Винокуров, Ивантеевское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин